Как Веня сказал, сегодня у нас начинается первый урок. Я, кстати, первый раз вчера услышал, что у вас не беседы, а уроки. И мне, в принципе, нравится это, потому что мы все ученики, ученики этой книги, ученики нашего Господа Иисуса Христа. Как я вчера обещал, тема сегодняшнего дня – это осуждение. Осуждение всем более конкретно. Мы, как я уже вчера говорил, разбираем послание апостола Павла к римлянам, большое, догматическое, очень глубокое послание, которое начинается именно с этого факта основного, начинается с первой главы идти речь об осуждении. И вот, если мы посмотрим внимательно, первую главу, как я уже вчера говорил, Павел закладывает фундамент. Первые кирпичики, первый, так сказать, цемент льет перед тем, как начать рассказывать повесть о спасении, об оправдании, о священии. Но без первой главы все это не будет иметь значения. Без вот этого осуждения, без понятия, что такое гнев Божий. То есть он создает базу, которую я назвал бы «equalizer». Он всех людей ставит на одну планку. Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Это Римлянам 3 глава, 23 стих. Все согрешили и лишены славы Божьей. Сегодня очень популярно говорить о том, что мы хотим «equalry». Это говорится везде, в интернете, в ваших учебных заведениях. Каждый человек сегодня требует, чтобы к нему относились равноправно. Все хотят равенства. Это началось давно, еще с начала 19 века. Женщины потребовали равноправия, другие люди требовали равноправия. И вот Павел в каком-то смысле тоже ставит людей и покажет, что в принципе у людей одна равность, один фундамент. Но это та равность, которую, может быть, скорее всего, мы не хотим. Это равность в том, что мы все грешники по отношению к Богу. Наши рассуждения я буду основывать на Римлянам 1 главе 18 стихом. Итак, у кого есть Библии, мы будем работать только с одним стихом. Пожалуйста, открывайте этот стих. Мы вместе с вами его прочитаем. Римлянам 1 глава 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды». Я вам сейчас перефразирую этот же стих на современном русском переводе. Я его знаю, я читал его несколько раз, поэтому знаю неплохо. Там читается в современном русском переводе и в английском переводе следующим образом. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, а вместо нечестия в современных русских переводах и в английском созна безбожие или ungodliness и неправедность человеков, подавляющих истину неправедностью». Итак, послание к римлянам – это самое глубокое, самое догматическое послание, наверное, из всех посланий. Мы уже вчера говорили, почему. Потому что в других церквях апостол Павел был, например, Каринф, Ефес, и он там уже принес им это учение, принес главную доктрину спасения. В Риме он еще не был, поэтому он подразумевает, что христиане, которые жили в Риме, они впервые сталкиваются с идеей спасения, оправдания, освящения. И поэтому он начинает с самого начала, с самых, так сказать, первых кирпичиков закладывает этот фундамент. И он начинает, как мы вчера говорили, не с любви, а начинает с того, что открывается гнев Божий. Мартин Лютер, это известный реформатор, который жил 500 лет тому назад, он тоже когда-то в своей жизни начал изучать это послание. Он был в то время монахом, он жил, монахи, вы знаете, живут они в кельях, в таких маленьких комнатках. И вот в его жизни был этот процесс, когда он впервые, так вот реально, да, он был верующим человеком, но он впервые встретился с этим великим и глубоким посланием апостола Павла. И когда он начал читать первые главы, первая глава, вторая, он написал, вы можете прочитать его биографию, он говорит, что когда я прочитал эти первые несколько глав, говорит, я ощутил крайнюю беспомощность. И он описывает, что в ту ночь, когда я начал размышлять о себе, о своем состоянии в свете первых двух глав послания к римлянам, я просто пришел в ужас. Я понимал, что я грешник, что у меня нет никакого права на спасение, у меня никакого права стоять перед Богом, я абсолютно погибший человек. И он описывал о себе так, что я упал на колени и просто кричал к Богу. И если, читая послание к римлянам, первые две главы, вы не придете к этой же точке, к которой когда-то пришел Мартин Лютер, то вы не поняли первые две главы. Именно для этого апостол Павел пишет эту главу. Именно поэтому написан этот стих. «Ибо открывается гнев Божий». И эта реальность должна просто пронизать каждую клетку вашего существа. Вы должны понять, что вы не просто человек, которого любит Бог просто так. До покаяния все человечество находится в состоянии вот этого большого зонта Божьего гнева. И от этого гнева никто не может уйти, никто не может скрыться. И когда человек по-настоящему это начинает понимать, он стоит на правильном пути. Или он находится на первой ступеньке к тому, чтобы начать приближаться к Богу. И в жизни Мартин Лютер так и произошло. Он понял крайнюю беспомощность своего состояния. Вы помните, Исаия когда-то в 6 главе встретился с Богом. Написано, что в год царя Озии Бог явился Исаии. Вы помните, какая реакция была у Исаии? Что он сказал? «Погиб я». Когда человек встречается лицом к лицу с Богом или видит божественную славу, это единственное, что может вырваться из уст человека. «Погиб я». То, что сказал здесь Мартин Лютер, когда он читал эту главу. То, что сказал Исаия. И то, что должен сказать каждый из вас, когда он читает первые две главы. «Я осужден, я приговорен к вечной смерти, к погибели и другого выхода нет». Смотрите, начинается послание, первая глава. Послание, которое мы знаем, представляет нам Евангелие. Но вот удивительно, что это послание не начинается так, как начинается, например, Евангелие от Яна. Евангелие от Яна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир». А наш текст говорит «Ибо открывается гнев». Удивительно, какой контраст, какая разница. Почему, правда, не начать с хорошей новости? Ведь Евангелие – это добрая, хорошая весть всем нам. Но апостол Павел понимает, что добрая весть не может быть по-настоящему доброй, пока ты не скажешь плохую новость. И тогда вот этот контраст, он делает добрую весть действительно, по-настоящему, он увеличивает красоту этой доброй вести. Евангелие, на удивление, начинается с плохой новости, с 18 стиха, что открывается гнев Божий. Человек должен понять, что я не способен приблизиться к Богу на основании своей праведности, что я осужден, что я приговорен. Вы знаете, Евангелие – это не просто такая вишенка на красивом торте моей жизни. Многие люди так думают, что я, в принципе, неплохой человек, и мне просто нужно Евангелие, мне нужно спасение, чтобы дополнить, так сказать, полную картину красивой моей жизни. Но нет. Евангелие сначала открывается с осуждения, и начинается с осуждения. Но, к сожалению, многие люди так и живут. Они думают, что я, в принципе, достаточно хороший. Я неплохой человек. Вам всем известен такой человек, как Рэй Камфорд. Он в Ютубе очень известный блогер, если там видеологер. Он ходит по Лос-Анджелесу, по пляжу или по городу Лос-Анджелесу и пытается привести людей к покаянию. И вот заметьте, он правильно к этому подходит. Он не начинает свою историю с того, что вас Бог любит. Он всегда начинает с того, чтобы доказать человеку, что ты грешный, что ты не соответствуешь Божьему стандарту, Божьему закону. Он всегда человека тестирует по нескольким заповедям. Вы смотрели вообще Рэй Камфорта или нет? Очень известный человек. Я вчера говорил о том, что почему у нас есть Ветхий Завет, потом Новый Завет. Потому что контрастность показывает доброту этой доброй вести, этой Евангелии. И вот Рэй Камфорт прибегает именно к этому трюку, к этому методу, чтобы показать, насколько добрая евангельская весть, когда ты сравниваешь с тем, где ты сейчас находишься, со своим вердиктом. И вот только после этого сознания, что человек погибший, только тогда человек по-настоящему сможет и начинает искать выход. Именно поэтому грешники, великие грешники или тех людей, которых мы называем большими грешниками, более охотно каются. Несколько примеров. Давайте вспомним Захея. Человек, который в своей жизни много обманывал. Он занимался теми вещами, которыми он не должен был заниматься. Он крал фактически деньги у своих людей. Из-за этого его народ крайне не любил. И он это понимал. Он чувствовал на себе этот гнет. Он понимал, что я отшельник, что меня не любят, меня не принимают. И вот этот человек, такие люди, они гораздо более охотно идут и ищут Иисуса Христа. Захей, он был не бедным человеком. У него был определенный статус, его знали. Да, его не любили, но все-таки его, скорее всего, уважали. И вот смотрите, на какие меры готов идти этот человек. Он, понимая свой статус, что он достаточно большой человек в обществе, что он сборщик и так далее, он идет и залазит на дерево. Почему? Потому что вот это состояние, он понимает, что он живет под гневом Божьим. Это его гнетет. Он понимает, что он осужден и людьми, и Богом. И поэтому такие люди, они готовы идти на крайние меры. Залезть на дерево со своим статусом. И просто ждать учителя, ждать Иисуса Христа. То же самое мы знаем о разбойнике. Человек, который прожил всю свою жизнь, грешил, занимался разбоем, грабил. Вот такой человек, он бежит ко Христу, потому что он пережил первую главу римлянам. Он понял, что он осужден, и дальше мне бежать некуда. Другой пример, третий пример, это Мария. Мария, из которой Иисус Христос изгнал бесов. Вы тоже знаете, что она пришла к Иисусу Христу, и всю свою жизнь потом она от Него не отходила. Она была последняя у гроба Иисуса Христа. И она была первая, кто утром вернулся и нашла, что гроб пустой. Потому что она поняла, из какой глубины, из какого рва, от какого осуждения спас ее Иисус Христос. И вот люди, которые много нагрешили в своей жизни, которые упали, так сказать, на дно этого общества через грех, вот эти люди по-настоящему начинают искать Бога. Эти люди гораздо вероятнее начнут искать Бога и придут к Нему. И наоборот, люди религиозные, они менее вероятно начнут искать Бога. Простой пример, это юноша, который исполнил, написано все заповеди. Был такой случай, когда Христу подошел юноша и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное. Он понимал, что чего-то не хватает. И он пришел к Учителю крови и спрашивает, что мне дальше делать, чтобы полностью, так сказать, комплект полный был, чтобы спасение получить точно. И Христос говорит, что тебе одного не достает, иди продай имение. И мы знаем, что это был единственный человек, который от Христа отошел с печалью. Больше в Евангелии людей нет, о которых сказано, что они подошли к Христу и отошли с печалью. Все люди, которые подходили ко Христу, они уходили с радостью. Они уходили прощенными, исцеленными, видящими, слышащими. Но этот человек отошел с печалью, потому что он пришел ко Христу на основании своей праведности. Он не пришел к Иисусу Христу с осуждением совести. Он не пришел ко Христу и сказал, Господи, я погибаю, протяни ко мне руку. Он пришел ко Христу и сказал, у меня уже все есть, дай мне еще одну вещь, которой мне не хватает. И вот апостол Павел говорит, что нет. С Евангелия начинается с того, что все осуждены во глазах Божьих. Всем нужно спасение, всем нужно оправдание. И этот юноша отходит от Иисуса Христа с печалью. Потому что он пришел ко Христу не на этом основании, не чувствуя осуждения в своем сердце. Более того, друзья, я думаю, что Бог иногда допускает в жизни людей падения или грехи. Я хочу здесь, чтобы вы точно меня поняли. Я не говорю о том, что Бог заставляет человека грешить. Но я думаю, что Бог иногда, так сказать, отходит на шаг назад, чтобы человеку дать прочувствовать, что такое грех в его жизни. Чтобы человек понял и увидел себя недостойным, осужденным. Очень простой пример – это Давид. Бог допустил в его жизни грех. Почему? Дело в том, что у Бога не стоит задача, чтобы у вас был идеальный христианский рекорд. Мы знаем, что в Америке рекорд очень много значит. Если у тебя рекорд чистый, то ты можешь быть и лоером, и доктором, и полицейским. А если у тебя грязный рекорд, если у тебя какие-то помарки, то явно ты никем не будешь из таких людей. И вот Бог не заинтересован в том, чтобы ваша жизнь прошла идеально. Бог заинтересован в том, что ваша вечная душа была спасена. И если для этого нужно где-то допустить ваше падение, чтобы вы поняли, что я тоже достойна осуждения, Бог это допустит. И ярким примером этому является Давид. Вот у Давида до греха с Версавией был идеальный рекорд. Это был молодой человек, с которым был Бог, можно сказать, от юности его. Он пас овец своего отца, приходил лев, медведь, он побеждал их, догонял, разрывал челюсть, пасть, выхватывал овцу. Потом мы знаем, что приходит человек Божий, помазывает его на царство, когда он еще был юношей. Потом мы знаем, что он побеждает Голиафа. И вот такой прекрасный, красивый рекорд. Проходит еще какое-то время, о нем поют песни, что он победил десятки тысяч, а Усуул победил всего лишь тысячи. И вот идеальная история, идеальная жизнь, казалось бы, идет все хорошо. И даже когда читаешь Псалмы Давида, некоторых удивляешься. Он пишет, Господи, посмотри на мою праведность, посмотри, насколько я хороший, порази врагов моих. И потом в его жизни Бог допускает грех с Версавией. Тяжелый, страшный грех, продуманный наперед. Он готовится, он убивает ее мужа, он грешит с ней, рождается ребенок. И возникает вопрос, почему? Ведь мог бы Бог остановить его на каком-то пути? Ну, не знаю, перед тем даже, как это все началось, вся проблема. Ну, конечно, мог. Мы знаем, что в истории с Авраамом Бог дважды, не просто один раз, а дважды делает так, чтобы Сара осталась женой Авраама. Два раза цари египетские хотят сделать Сару своей женой. Но Бог является во сне, Бог останавливает два раза. А Давида Бог не остановил. Мы не знаем, конечно, точно, почему Бог этого не сделал, но мы точно знаем, какой урок для себя извлекает Давид после всей этой истории. Если до этого Давид писал о том, что он праведный, о том, что он имеет, может быть, на что-то право претендовать, то после этого греха рождается 50-й Псалом, где Давид раскаивается перед Богом, где он приходит в состояние первой главы. И он понимает, что я тоже нахожусь под гневом Божьим. И мой идеальный рекорд, который у меня был, уже потерян. И теперь я могу рассчитывать только на милость Божью. И я думаю, что именно поэтому Бог допустил в его жизни эту проблему. Чтобы потом он позже написал в 50-м Псалме, что грешный я человек, и во грехе родила меня мать моя. Бог допускает грех в жизни человека иногда для того, чтобы спасти его душу, не для того, чтобы сохранить его идеальный рекорд. Итак, апостол Павел делает то же самое. В первой главе он хочет подвести вас, дорогие друзья, читателя, к тому, что Евангелие прежде всего начинается с того, что Бог гневается, что Бог осуждает человека. Сегодня я нередко слышу от членов нашей церкви, от молодежи просьбу того, что я хочу слышать больше евангельских проповедей. Чаще всего это говорится на английском языке, и они говорят, I want to hear more gospel. I want to hear more gospel-centered preaching. I want our church to be more gospel-centered. Я извиняюсь, те из вас, кто не понимает по-русски, то есть по-английски. И вот люди просят, мы хотим больше Евангелия, мы хотим больше евангельских проповедей, такие красивые слова. Но, к сожалению, многие люди не задумываются, что Евангелие подразумевает себе сначала плохую новость. Несмотря на то, что само слово «евангелие» – это добрая весть. Но Евангелие в библейском понятии этого слова, если мы основываемся на послании к кремлинам, первой главе, Евангелие начинается с плохой новости. Евангелие начинается с того, что открывается гнев Божий. И если вы пойдете в церковь, где будет говориться Евангелие, но вы ни разу не услышите о том, что Бог на человека гневается, то вы не получили полной Евангелии. Вы так и не услышали gospel-centered preaching, вы так и не услышали Евангелие, которое основано на Библии. Вы услышали красивую историю о спасении, но это не полная история, неполноценная Евангелие. Итак, как мы уже говорили вчера, в следующие три дня мы будем говорить или будем пытаться представить вам полное Евангелие, которое основано на послании апостола Павла к кремлинам. И это Евангелие состоит из трех компонентов. Первое – это осуждение, то, о чем сегодня будет говориться весь день. Второе – это будет оправдание и освящение. Давайте вернемся снова к нашему тексту. Говорится так, «Ибо открывается гнев». Слово «ибо» говорит «потому что». Павел говорит «потому что открывается гнев, я что-то делаю». Другими словами, «потому что есть реальность гнева, я буду делать то-то и то-то». Что Павел говорит «я буду делать»? Павел говорит «вот есть реальность гнева, Бог гневается на человечество, и я, потому что знаю, что существует этот гнев, я буду что-то предпринимать». И он говорит в 15 стихе «что я буду предпринимать»? «Я готов буду благовествовать». То есть, когда человек понимает, дорогие друзья, вы все члены церкви, когда вы понимаете эту самую важную первую реальность по первой главе к римлянам, что есть реальный гнев Бога, то ваша реакция должна быть реакцией, которая была у апостола Павла. Я знаю, что есть гнев Божий, и поэтому это мотивирует меня идти в мир и рассказывать всем моим близким, всем моим родственникам о том, что есть добрая весть. Если я так не поступаю, если у меня этой реакции нет, то, опять же, я не понял Евангелие, потому что осознание реального гнева Божия всегда вас приведет, реального христианин, настоящего, к тому, чтобы благовествовать. И Павел четко понимает, что единственное укрытие от этого гнева, о котором говорится в 18 стихе, это Божья праведность. От Божьего гнева можно спрятаться только в Божьей праведности. Наш текст, он критически важен для западных людей, потому что в западном мире, а я считаю вас всех западными людьми, даже тех, кто приехал с Украины, это больше западная часть мира, у нас, к сожалению, сложились много неправильных стереотипов о Боге. Стереотип – это то, что люди думают, что это правда, но это не совсем так. Я вам прочитаю по-английски definition, чтобы вы лучше поняли. Так вот, в западном мире есть определенные стереотипы о Боге, что Бог, Он всех принимает, что Он всех всегда любит, что Он всегда будет готов спокойно отреагировать на грех, что Он, в принципе, может глаза закрыть на грех, что Бог на меня не гневается и так далее. И я это очень хорошо понял на одном примере. Я работаю с американцем, его зовут Джоу, ему уже 73 года, он не хочет почему-то на ретайрмент идти. И вот я работаю в медицинской сфере и часто вижу, когда люди умирают, там, через травмы или еще что-то. И вот был один случай, когда кто-то на работе умер, один из пациентов, и, как всегда, этот Джоу, он такой, он католик, и он говорит, что, ну, этот человек, God will take care of him, Бог его примет. И я помню, что я ему сказал, что, а вдруг не так, а вдруг Бог его не примет. И я помню его взгляд, его глаз, он был ошеломлен, он не мог поверить, что я мог такое промолвить, что я мог такое право сказать, что Бог может кого-то не принять. У людей в этом обществе сложилось такое понятие, что Бог всегда всех принимает. И нет разницы, что этот человек делал, как он жил. И вот я впервые понял, что у людей в этом мире совершенно неправильный взгляд на Бога. Они думают, что Бог – это такая личность, которая совсем будет окей. Ну, ладно, подумаешь, согрешил. Но это не так. Наш текст открывает следующее, что Бог, он гневается. Вот давайте посмотрим, здесь сказано так, ибо открывается гнев Божий. Удивительно, что когда мы с вами думаем о небе, у нас самые теплые, приятные чувства, связанные с небом. Ну, например, место покоя – это небо. Место, куда уходят, так сказать, души, мы считаем, это небо. Это место добра. Небо – это место рая. Небо – это место, где присутствует Бог. Неверующие говорят, что небо – это лучшее место. Когда кто-то умирает, они говорят, что he was taken to a better place. Небо – это место, куда мы смотрим, когда нам тяжело. Небо – это туда, куда смотрят даже неверующие люди, когда у них погибает сын или дочь. Небо – это люди смотрят, когда им уже некуда смотреть больше. С неба мы получаем подарки. Солнце, свет, дождь, снег. Все самое лучшее приходит оттуда. Оттуда пришел Иисус Христос с неба. Там вечный Иерусалим. И вот даже неверующий человек, когда он думает о небе, он думает позитивно, что небо – это место, где можно будет успокоиться от моих трудов. Куда я пойду, когда я умру? Небо – это хорошее место. И вдруг апостол Павел в 18 стихе говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба». Вы знаете, я думаю, что человек, который будет реально и правильно читать этот текст, должен почувствовать страх в своем сердце. Потому что всю свою жизнь он надеялся, что когда все вокруг рухнет, когда все мои друзья меня оставят, когда ничего, не будет никакого выхода, но у меня останется небо. Я подниму свои глаза туда и обращусь туда, к небу, к месту покоя, к месту надежды моей. И вдруг апостол Павел говорит, что открывается гнев Божий не с преисподней, не от дьявола, «Но гнев Божий, написано, открывается с неба». С того места, откуда мы гнев не ожидаем принимать. Мы не хотим думать о том, что с неба придет гнев Божий. И вот здесь наступает тупик. Потому что если небо закрыто, если все меня оставили, и даже небо теперь закрыто для меня, то куда мне теперь податься? И поэтому этот текст очень важен, потому что он рушит все твои планы, все твои стереотипы о Боге, о небе, о том, что небо всех примет, небо всегда поймет. Апостол Павел говорит, нет. Небо в первую очередь будет твоим самым страшным судьей, если ты не решишь свой вопрос с Богом. Небо для тебя не будет тем хорошим местом, на которое ты надеешься, на которое ты ждешь, в котором ты хочешь быть. Небо для тебя станет твоим концом, потому что оттуда изливается гнев Божий. Когда небо уже не на твоей стороне, то ты обречен. Но кроме того, апостол Павел говорит, что гнев Божий с неба открывается. Не просто такой вот какой-то рэндом, неопределенный. Павел говорит, что это гнев божественный, целенаправленный. У Бога не бывает ничего хаотичного, непонятного. И поэтому Павел подчеркивает, что этот гнев с неба. И второе, этот гнев, он божественный. То есть это не ошибка вселенной, это не ошибка неба. Это гнев, у которого есть определенная, конкретная цель. И эта цель поразит тебя, если ты не примирился с Богом. Он намеренный, он конкретный, он управляемый, этот гнев. И Бог гневается. В 1740 году в Америке было Великое Пробуждение. Автором Великого Пробуждения, конечно, был Дух Святой Бог, но Бог использовал в то время одного человека, его звали Джонатан Эдвардс. 1740 год, на это время Америка существовала, ну, как минимум, наверное, 50 лет. Приплыли сюда первые пуритане, они основали здесь колонии, начали жить в Массачусетсе, то, что мы сейчас называем Нью-Ингланд. И вот первые их годы были очень тяжелыми. Мы поэтому празднуем Тейнгсгивень, потому что они выжили, так сказать. И вот первые годы были очень тяжелыми, но потом прошли эти тяжелые годы. Началась обычная рутинная жизнь, они начали обусваиваться здесь, начали фермерством заниматься, подружились с индейцами, и жизнь как бы начала налаживаться. И вот прошло какое-то там 50-60 лет, и христиане, которые сюда приехали, в эту страну для того, чтобы получить свободу вероисповедания, они начали отпадать от Бога. Они начали забывать, для чего они сюда приехали, для чего они сюда приплыли. И тогда Джонатан Эдвардс, на то время он еще был молодым человеком, он понял, что сейчас нужно пробуждение. И он стал первым миссионером здесь в Америке, который начал проповедовать. Он начал ездить по всему Массачусетсу и по другим штатам, которые тогда были, по колониям, и начал проповедовать. Самая известная его проповедь, или самая центральная его проповедь, так и называлась. «Синners in the hands of an angry God». Когда вы поедете отсюда, я вам очень рекомендую прослушать эту проповедь. «Синners in the hands of an angry God». Она была полностью выписана, потому что одну и ту же проповедь он говорил во многих-многих церквях. И это начало великое пробуждение, первое великое пробуждение здесь в Америке. Но заметьте, он не пошел к людям и не начал им рассказывать о добром и любящем Боге. Он понимал, что пробуждение начинается тогда, когда человек поймет, что он грешник в руках великого Бога. И эта проповедь провезла огромный массовый эффект. И люди снова поняли, да, действительно, мы оказались в этой стране не для того, чтобы здесь красиво жить. И мы отошли от своих главных целей. И тогда было это великое пробуждение. «Синners in the hands of an angry God». Это реальность, реальность Библии. Когда мы говорим о гневе божественном, в Библии об этом гневе сказано очень много. И вот я хочу, чтобы вы сейчас себе представили слово «гнев». И вот каждый раз, когда вы будете видеть это слово в Библии, рисуйте себе следующую картину. Рисуйте себе огонь. Вот я даже в своем конспекте так и нарисовал, поставил картинку огня. Потому что каждый раз практически, когда Библия говорит о божественном гневе, она гнев этот ассоциирует с огнем. Я вам прочитаю несколько текстов, которые подчеркнут эту мысль. Исход 15, 7. «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому». Исход 22, 4, следующий текст. «И воспламенится гнев Мой, и убью Вас мечом, и будут жены Ваши вдовами, и дети Ваши сиротами». И еще текст, числа 25, 3. «И прилепился Израиль к Валфи гору, и воспламенился гнев Господень на Израиле». И последний текст, Исаии 5, 25. «Зато возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку свою на Него, и поразит Его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах». Заметьте, в каждом тексте гнев Божий сравнивается с огнем. Я не знаю, что вы думаете об огне, но огонь – это страшное бедствие. Несколько недель тому назад мы со своими, моими дочерьми пошли в парк гулять. И у нас за паркой там есть небольшая речка, а потом идет поле. И оказывается, что это поле летом горело. Я бы это не знал, я просто видел летом, что был где-то пожар, но я не знал, что он был так близко. И вот мы вышли на это поле, и мои дети удивились. Это поле было полностью черное. Стояли голые черные деревья, все было опалено, был такой терпкий запах гари, и мы шли по этому полю. Там были норы, там когда-то жили мыши, крысы, я не знаю, что там живет, всякая живность. И все абсолютно было тотально разбито, все сгоревшее было. И я подумал, вот так выглядит, когда Бог гневается, наверное. Полный destruction. Нет ничего живого, нет ни одной травинки, все абсолютно. И такой терпкий запах гари. Вы знаете, что божественный гнев, в конце концов, будет тоже проявлен в этой форме. Мы знаем по посланию апостола Петра, он говорит, что в последние дни земля и все дела на ней что? Сгорят. Если первое выражение божественного гнева был потоп, то последнее выражение божественного гнева будет великий пожар. И от земли, и от дел на земле ничего не останется. И поэтому, если вы думаете, что божественный гнев это просто красивая история, или нас пытаются запугать, нет. Это абсолютная реальность. Божественный гнев, он как огонь. После него не остается ничего живого. И написано, страшно впасть в руки Божьей, в руки Бога живого. Но знаете, что самое страшное? Да, я прошел по этому полю с моими дочерьми, я понял, что огонь это страшно, что он убивает абсолютно все, что божественный гнев, можно себе представить, насколько это страшно, когда все будет просто, ничего не может стоять перед божественным гневом. Но самое страшное, или самое, наверное, яркое выражение божественного гнева, это даже не то, что будет в конце мира, когда вся земля и все дела на ней сгорят. А самое страшное, или реальное выражение божественного гнева произошло на Голгофе. Когда висел Иисус Христос на кресте, и вот там, на кресте, Иисус Христос принял весь гнев божественный. Он не мог укрыться от него. Он принял этот гнев в своего Отца, потому что, если бы не Он, то на том кресте висели бы мы. Каждый из нас должен был подпасть под этот огонь божественного гнева. Именно поэтому на кресте Иисусу Христу было так тяжело. Он говорил, Боже мой, для чего ты меня оставил? Потому что весь этот шквал божественного страшного огня гнева, он вывелся в те минуты, в те секунды на Иисуса Христа. И Христос не выдержал. Он умер. Ради нас. Поэтому, если вы сейчас думаете, что гнев, ну, это просто история, нет. За божественный гнев, чтобы принять его на себя, умирал Иисус Христос, чтобы защитить нас от этого гнева. И поэтому история Голгофы, оправдание, о котором будет сказано завтра, настолько важное для нас, потому что Христос принял на себя весь этот гнев. Гнев Божий, дорогие друзья, он имеет причину. Здесь, в 18 стихе, сказано, что гнев Божий, он открывается на всякое нечестие или безбожие и неправедность человеков, подавляющих истину неправедностью. Как я уже сказал, в английском переводе ESV, King James Version, сказано, «The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth». Что такое грех, дорогие друзья? Грех – это преступление закона. А закон, как мы все знаем из Нового Завета, состоит из двух частей. Первое – отношение с Богом и второе – отношение с человеком. Так вот, в 18-м стихе здесь так и сказано. Вот если мы читаем английскую верши или современный русский перевод, в нашем сигнальном переводе сказано, что «на всякое нечестие». Ну, честие – это такое, может быть, не совсем понятное, неконкретное слово. Мне кажется, в английском, в современном русском переводе более понятно сказано «ungodliness». Это первая причина, почему Бог гневается на человека. Потому что человек, он не достоин Бога. He is ungodly, which is opposite of being godly. Человек, который противится Богу, который не достоин Бога. Это первая причина, почему Бог гневается на человека. Потому что человек, он в своем естестве, он ungodly, он против Бога. То есть, у него отношение, по первой инстанции, нарушено с Богом. И второе – он unrighteous. Ungodly – это отношение с Богом, unrighteous – это отношение с людьми. И вот по обоим критериям, мы с вами недостойны. Во-первых, мы не ungodly, во-вторых, we are unrighteous. То есть, мы нарушаем Божий закон. И вот Христос, смотрите, интересно сказал в Матфея, в 22 главе, когда его спросили, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная и возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Итак, Христос говорит, что весь закон и пророки в принципе говорят о двух вещах. О том, что нужно быть в правильных отношениях с Богом и во-вторых, нужно быть в правильных отношениях с людьми, с братом и сестрой. И вот оба этих критерия каждый человек нарушил. Мы рождаемся в неправильных отношениях с Богом и мы грешим против своего брата постоянно. И на этом основании открывается гнев Божий. Но более того, здесь сказано, что мы не просто пассивно не любим Бога, пассивно относимся по отношению к Богу, не заинтересованы в Нем. А здесь сказано более такое яркое слово «подавляющее» в английском «suppress the truth». То есть, мы работаем, это активная позиция. Это совершенно другое что-то. Одно дело быть, ну как бы, ну, игнорировать, например, Бога. Но Павел говорит, нет, вы не просто игнорируете Бога, вы не просто игнорируете брата, не любите его, не любите Бога, а вы занимаетесь активной деятельностью того, чтобы подавлять истину. И за это Павел говорит, что гнев Божий открывается на всякое, на каждого человека. Потому что никто из нас не просто пассивен по отношению к Богу, а мы все до покаяния занимались этим активным действием. Мы подавляли истину своей неправедностью. Я бы хотел закончить, наверное, свои рассуждения следующим текстом или следующей мыслью. Наш текст, 18-й, начинается следующей фразой. Ибо открывается гнев Божий. В английском the wrath of God is revealed. Слово открывается в нашей главе упоминается, ну, как минимум два раза. В первом, в 17-м стихе и в 18-м. Мы говорили только в 18-м стихе, что открывается гнев Божий. И мы говорим, что это реальность, в которой живет каждый человек, и это нужно понять. Но Павел говорит, что есть еще одна вещь, которая открывается. И об этой вещи мы будем говорить завтра. 17-й стих. В нем открывается праведность Божья от веры в веру. Сегодня я хотел бы, чтобы вы усвоили первый урок, дорогие друзья, что открывается гнев Божий. Он абсолютно реален. От него нельзя никуда убежать. И этот гнев будет на вас излит, если вы не спрячетесь за одну личность. Это личность Иисуса Христа, который принял весь, всю силу гнева, всю силу этого огня на Голгофском кресте. И вот тогда, когда вы примете веру Иисуса Христа, тогда открывается другая часть. Другая часть христианства, второй шаг спасения. И это называется праведность Божия. И поэтому, дорогие друзья, я знаю, что здесь собрались члены церкви. Но я не питаю иллюзий, что все вы уже перешагнули первую и вторую главу посланий к римлянам. Можно быть членом церкви и все-таки жить под гневом Божьим. Можно проникнуть в церковь, сказать, что я возрожденный, пройти членское, тебя крестят. Но все-таки ты можешь жить с этим постоянным гнетом осознания того, что я живу под гневом Божьим. Я не являюсь человеком по сердцу Божьим. Я живу под этим осуждением. И поэтому, если среди нас есть такие, дорогие друзья, не члены церкви, или, может быть, я член церкви, но я проник в церковь, потому что у меня были какие-то другие мотивы, то сегодня у вас есть время сделать переоценку своей жизни, своей сущности. Потому что оказаться под настоящим божественным гневом, наверное, страшнее ничего нет. Мы знаем, как умирал Иисус Христос, в каких агониях, в какой боли. И, наверное, больнее всего было то, что он осознавал, что божественный гнев в то время, в ту минуту был направлен против него. Но сегодня есть выход. Открывается праведность Божья через веру. Давайте мы сейчас помолимся. Аминь.